Пойдем Пуэто заваривать Пуэто Рык Аааа, че он затаился и молчит Это ХД кино идет Мы щас будем варить Пуэр Обратите внимание, в этой комнате сидят нормальные взрослые адекватные люди Чумачачий Пуэр Чумачачий Пуэр Пуэр Я вас приглашаю Что я не смашу Идем Мы сейчас будем Ага, нету аппаратов А? Да Ты знаешь, что мой сын 32 тысячи Посмотрим Ну ничего себе, это по поводу Обращение к Нагану Я тебя наберу, сейчас посмотришь А что, ты уже снимаешь? Ну да, рассказывай В этот момент мы вас хотим Обучить Таких же людей, как и мы Ничего особенного для этого не нужно Все на самом деле просто У нас сейчас в руках Есть некая часть Пуэр, китайский чай Ферментированный Который мы сейчас будем Приготовлять в домашних, обычных условиях С друзьями Вот, обратите внимание Все действительно оригинал Ни слова Чай 2005 года Кто немного интересуется, знает о том, что Чем он старше, тем он лучше Чай дарят в подарок То есть, вы хотите сделать какой-то дорогой подарок Человеку, даже допустим сейчас 2011 год Вы хотите его сделать приятно Вы дарите даже этого сезона чай И он его хранит там 5 лет Он понимает, что у него дома хранится Его подарок Который с каждым годом Если просто так сказать Тупо дорожает Потому что именно со временем Этот чай Приобретает, во-первых, свои вкусовые качества Особенности вкуса Он также и дорожает То есть, если вы как бы Не совсем интересуетесь чаем Вас интересуют другие какие-то Ингредиенты употребления То, например, чай может быть Как капиталовложения Итак Мы берем обычный нож Именно используем все по-домашнему Как вот намного проще Как говорится Берем что-то небольшой Какой-то нож Пусть то, что под руку попадается И не делайте ошибку Как многие делают Это начинают его вот так вот откалывать Это ошибка Так не нужно делать Уэр на самом деле все делается проще Вы его загоняете, как говорится, под кожу Аккуратнее руки, как говорится И пытаетесь вот так загнать Потом просто Как вам удалось Допустим, на даже вот такое расстояние Пытаемся и Помещаем его в глубину И начинаем уже более жестко Проворачивать в стороны И что мы видим происходит Мы откалываем часть уэра Вот приблизительно так Должен произойти процесс Откалывания от нашей плюшки Ферментированного чая пуэр Вот сейчас мы видим этот кусочек В принципе 5-6 грамм достаточно выпить Троим Четверным друзьям Которые встретились Хотят пообщаться Просто выпить чаю И Провести Время Никаких Каких-то, как многие люди говорят О том, что Пуэр Это Есть некая Афория Амфитамина И так далее Это все сказки На самом деле это просто чай Который Вам поможет Провести отлично время Быть в настроении И пообщаться И попить чего-то такого То, что мы не используем В ежедневном Рационе Чайпитие Кофе И так далее Как продуктов в нашей последней жизни Я считаю, что это действительно Особый вкус Который вам придаст Воспоминания об этом Вроде в принципе Просто встреча друзей И так у нас Пуэр Который мы сейчас будем приготовлять Сейчас мы на стадии приготовления Это первая стадия Которую нам очень важно Пропустить Очень не пропустить Один важный момент У нас есть кипяточек Закипел чайничек Он рядом с нами Всю дорогу Мы подготовим для начала Нашу посуду Это неважно Разные какие-то там могут быть Китайские Фарфоровые Или глиняные Посудки Это все конечно классно Я не спорю Это действительно Оно предоставляется Именно сугубо Для приготовления чая Это очень удобно Действительно Поможет достигнуть Максимального вкуса Максимального качества Пуэра Но мы когда говорили Что мы попытаемся Сделать все в домашних условиях Мы как говорится Не имеем в наличии Чего-то особенного То что Перечисленного У нас на данномер Не получается И мы действительно Нам удалось Застать каким-то Неважным образом Пуэр Что мы для этого делаем Перехожу непосредственно К действиям Сначала надо подготовить Саму посуду Это может быть обычная пиала Пусть даже большая Маленькая Не важно как вам удобно И мы ее прогреваем Прогреваем И очищаем Вся посуда Любит воду Вода любит чай Чай любит воду Оставим ароматику И наша пиала готова Что мы должны сделать Приготовлен наш кусочек Пуэра Мы опускаем нашу пиалу Что мы должны для этого делать Наша пиала уже тепленькая Она готова к работе Мы заливаем слегка Наш пуэр Совершенно чуть-чуть Совершенно чуть-чуть У нас есть Мы видим наш пуэр Ничего особенного с ним не происходит Но пошел процесс заварки Вы В данный момент Кто не знает Вы прекрасно понимаете Что Тот кто знает ошибается С первой заварки Мы ничего не употребляем Идея этого очень простая Чай вы понимаете Много проходит Рук Китайцев Не важно кого Он грязный Просто возьмем с того что Это Продукт Который действительно Не особо чистый И мы должны его промыть То есть что мы должны сделать Мы залили Как вы видели его немножко кипяточком Наши 5-6 грамм Нашего пуэра И помочь ему раскрыться Плюсы какие Он раскрывается Готовится к готовке И мы его промываем Таким образом Накрываем Где то вот сколько мы общаемся Сейчас 20 секунд Этого времени Нам в принципе достаточно Посудка наша уже горячая Потому что мы еще кипяточком Подбодрили И наш Пуэрчик Мы таким образом Пытаемся промыть Первую заварку Мы не пьем Это не особо была заварка Но тем не менее Мы его чистили Переходили промыть Ничего И просто сливаем Мы видим уже Какой то есть свет Но не переживайте Это ничего страшного Наш чаек Именно Естественно сейчас Готовится к чему К первой заварке Которая Я сразу вас предупреждаю Она не дает Того результата Желаемого вкуса Который мы как то ожидаем Какого то Первого впечатления Это просто Мы начинаем Подготавливать чай К употреблению Честно чаек уже Оживает Видите он поменял Соответственно цвет Он Симпатичный Он уже пошел От него Некий аромат Приятный Первый Но это не тот Кайфовый чай Который мы увидим В последующих заварках Первая заварка Нам помогает Только подготовить чай К Непосредственно Опять же К первому употреблению Мы для этого Ничего здесь не меняем Та же самая Посудка Тот же самый чаек Вот Но он уже Приблизительно готов К первой заварке Начинаем его топить Вот Вопрос Нормального Чай пицца Сколько же наливать воды Система в принципе простая Если мы подготовили 5-6 грамм На посудинку Такую как у нас есть То Что мы должны Мы должны Где-то Третью часть Близко к половине Нашей посудки Затопить Затопить Водичкой Это в принципе Все Что нам для этого надо И прикрываем Прикрываем Есть у нас где-то Может быть Минутка Для первой заварки Я думаю Вполне Достаточно Вот И Что у нас есть в наличии А наличии У нас есть простая Кружечка Вот Кружка конечно великовато Это не наш Китайский сет Для чайпития Вот Это очень много Надо иметь какую-то Более Мелкую посудку Но мы используем то Что наследно Домашнее вкусное Вот Что хочу сказать Наша пиалка Уже довольно Раскалилась Чай имеет Процесс Нагревание Вот Открывать не будем Как говорится Освобождать не будем Но сейчас несколько мгновений Буквально И мы встретим Нашу первую заварку Которую мы должны Оценить вкус Ощутить то Что в принципе Мы не встречаем В наших Поседневных чаях То что мы пьем каждый день Потому что Китайский чай Это что-то из ряда Вон выходящее Это не передаваемо Просто советую Как говорится Попробовать Ну как говорят На вкус и цвет Разные взгляды Вот Вот Ну давайте посмотрим Что вышло у нас За это время За короткий срок Вот есть некое Потемнение Вот Этот чай Первая наша заварка Которую мы уже готовим Нет Первая заварка Которую мы Завариваем Для очищения Первая заварка Для нашего чаепития Видите уже Наш чай начал раскрываться Пошел процесс Вы видите Как листочки разворачиваются И наш Пуэр начинает Преобразоваться Вот Сами китайцы Конечно говорят Это россияне О том что Россияне очень пьют Крепкий сумасшедший Ненормальный чай Который Ну это Тефир Короче Они смотрят Ненормальными глазами На простом языке Вот Что мы делаем Закрываем Пытаемся Аккуратно Я не знаю Сколько у меня получится С нашей пиалки Попробовать слить Какую-то Вот Нашу первую порцию Ну не получилось Вот Вот смотрим наш Первый чай И так наша первая Вот заварка Теперь мы Пробуем Оператору В моих руках Сейчас заварка Номер один Та которая непосредственно После первой Которую Промывали Которую Которая досталась Частично оператору Вот и наш результат Она Я могу сказать Что должна быть Намного светлее Потому что Китайцы советуют Кружка красная Да Китайцы советуют Не догонять Чай, не передерживать Где-то полминутки Секунд Сорок Где-то так достаточно Мы чуть-чуть взбодрили Прикрыли Подержали Сорок секунд А ты где-нибудь На китайском ютубе видел Наверное И Я пишу с некими Хозяями чайного завода Все на самом деле Проще Вот И Они Как бы советовали В двух словах Как все по сути Мы Опять же заливаем кипиточком Все так же Часть воды Та же самая Тот же чай Мы ничего не добавляем Не подливаем Та же самая наша заварочка Она Вот так вот выглядит После третьей уже заварки Соответственно Вот он наш чай Чего странного Интересного Как говорится Мы уже какой-то Третий раз его завариваем У нас вот такой вот Симпатичный результат То есть чай Вот Он темноватый И мы советуем Не доводить На вкус и цвет Как говорится Но Секунд сорок я думаю Достаточно Каждую последующую заварку Приносит такой вот Результат Вашего блеера Вот Но опять же Разрешено Что китайцы советуют Не пить Такой крепкий Потому как Его можно растянуть Удовольствие Но Каждый со временем Привыкает К той порции Которая ему нравится Как мы сегодня Пользуем Кто-то кладет Пол ложечки сахара Кто-то ложечку Я вам от души Советую пить этот чаек Который мне здорово Полезный Девушкам На фигуры После шести часов Когда мы Пытаемся думать о том Что есть диета И нам как бы Хотелось бы чего-нибудь съесть Выпейте 2-3 порции Небольших Пуэр чая Вы получите Во-первых Ваш организм не будет истощаться Так как он получит Самые ценные витамины Ферментированного Нашего чая Который сохранился Как будто мы его сейчас Стасили в лесу Ну то есть С плантацией Вы понимаете Вы приготовили на чай Наш организм Получил Достаточное количество Витамин И мы Его не Приводим к истощению Мучительному истощению Как люди Себя мучают Неделями И не принимают пищу И так далее Мы должны питаться Ну вот такой момент Когда вечерком Когда кажется Вот нет Единственный совет Что если у кого-то Есть проблемы со сном Я лично И с нами китайцы Китайские врачи Не рекомендуют Пить Пуэр перед сном Потому как У вас появится Некий Прилив энергии Настроение Может быть в какой-то момент Но если Есть проблемы со сном Не рекомендуется Употребление Пуэра Так же начинается И утро Вы не любите Нет у вас времени Завтракать Принимать пищу Вам заменят Что это будет Если у вас тоже Утро началось В семь В восемь утра Отличный вариант Вы делаете Две-три порции Так быстренько Если заварили Немножечко Пуэра И вам отлично До обеда Будете чувствовать себя водно В хорошем настроении И вам Не будет истощения Организма То, о котором вы думаете Я не завтракал Значит я сейчас Не в состоянии Работать Двигаться И заниматься делами Как и работа Мышлениями То в обед То можете Обедать Как вы обедаете Обычно Вот в принципе и все Педичок Пуэр Заказывайте его Где вам это возможно Заказывайте По возможности Как вам нравится Какой год И так далее Вам все Объяснят Я надеюсь в тех местах Если что Ищите нас Где можно Ищите Мы будем рады Ответить на вопросы И Заваривайте Пуэр Не торопитесь его выбрасывать Потому что Со временем Он дает Не только 3-4 Результата Замечательного чая 5-7 Есть Версии Ранних годов Которые Можете догнать До 15 раз Не такого Чайфира Конечно На самом деле Еще пару раз Вы можете заварить Завтра Ничего страшного Просто оставляем Так же в нашей пиаре Он у нас стоит И утром Кипяточку Чуть-чуть И все как обычно Заваривали И непосредственно Видели результат Этой Не первой Не второй Не третьей Заварки Для эксперимента Возьмите пакетик Того же Липтона Заварите его Три раза И результаты Будут налицо Это все С вами был Джексон Младший